МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы продолжаем попытки постичь Мазду 3 второго поколения. Первая сумела заевать миллионы поклонников. Они, подкупленные её задорным характером и броской внешностью, сумели простить и дешёвый пластик в бедноватом шумном салоне, и жестковатую подвеску. Новая трёшка призвана исправить эти недостатки при сохранении достоинства. Ехать новая Мазда 3 стала обстоятельнее, солиднее, взрослее. И пусть в ней немножко поубавилось того самого юношеского задора, зато появился комфорт. Практически в полном смысле этого слова, что наверняка оценят как те, кто решится поменять предыдущую трёшку на новую, так и те, кто станет первым обладателем, свежим обладателем новой Мазды 3. Однако в этом комфорте есть свои такие, ну, маленькие огрехи. Вот скажем, если кто-нибудь бросит сейчас мне с тротуара под колёса пробку от пивной бутылки, я тут же это почувствую. Машинка содрогнётся в лёгкой конвульсии. Уж больно подробно она рассказывает водителю обо всём том, что происходит у неё под колёсами. Для российских дорог с их известной щербатостью, наверное, это не самая лучшая история. Приведёт ли Мазда какую-нибудь адаптацию под российские дороги – вопрос. Однако на наш взгляд нам кажется, что сделать это перед выходом машины на российский рынок просто необходимо. Но вот стоит нам выехать из города на серпантинчик, где асфальт поглаже, а поворотики покруче, как поводов ворчать, как мне странно, становится меньше. Да, по отличие от предыдущей трёшки, Мазда прогибается под изменчивый мир куда больше. В поворотах она кренится, кренится, кренится. Это происходит всё прогнозируемо, но прогрессивно. Но в какой-то момент она упирается, и вот дальше автомобиль точно так же, как и предыдущий, совершенно уверенно пишет нужную траекторию, и при этом уже не возникает никакого намёка на то, что сейчас переднее колесо сорвётся, и машина мордой уйдёт наружу. Ничего подобного не происходит. Так что самое главное сразу не пугаться, просто привыкнуть, и дело пойдёт как надо. Правда, не с мотором 1.6. Вот этот самый мотор, который сейчас стоит у нас под капотом, портит это самое дело напрочь. Вроде бы 105 лошадиных сил. Что ещё нужно для счастья? Когда-то, лет 20 назад, 105 сил это был уже горячий хэтчбэк. Вспомним. Опели, Форды, Фольксвагены. Однако сегодня, для того, чтобы этот мотор куда-то поехал, его нужно раскрутить до 3,5-4 тысяч оборотов. То есть, всё время как бы нужно ехать на одну передачу ниже, чем... Это вот требует твоё собственное ощущение. И эта катастрофическая нехватка момента на низких оборотах будет приводить к тому, что неопытные водители, трогаясь в горку, будут либо глохнуть, либо палить сцепление. И сожжённые сцепления на этом моторе станут очень распространённой болезнью новой Мазды 3. Сервисмены могут потирать руки. При этом, конечно, ни о каком расходе топлива в 6,3 литра, обещанных по техническим характеристикам, речи не идёт и идти не может. Такими моторы становятся, естественно, не по желанию самих производителей. Экологи. Вот кто обязывает делать их двигатели такими. Потому что они должны обеспечивать на холостых и малых оборотах минимальные выбросы. Но при этом они совершенно не тянут. Вот что обидно. Так что, мне кажется, если кто-то из вас задумается над выбором новой Мазды 3, то всё-таки надо делать ставку на 2-литровый мотор и не экономить. Иначе разочарованию не будет предела. А ещё к этому 2-литровому мотору будет прилагаться автоматическая коробка передач. что, учитывая и преимущественно городскую эксплуатацию таких машинок и подросший статус Мазды 3, можно только радоваться. Что касается коробки передач, то она, да, она выручает, она спасает. Передачки переключаются очень чётко. Здесь 5 ступеней. Кстати, может быть, для мотора 1.6 можно было бы поставить и 6-ступенчатую коробку. Но разве что вот лёгкого металлического звону уже не хватает, потому что, ну, действительно, абсолютно такие спортивные впечатления от того, когда ты каждый раз подтыкаешь передачку повыше или пониже. Короткие чёткие ходы. А что касается двигателей, то на трёшку, помимо 2-литрового мотора, который я уже упомянул и который будет поставляться на российский рынок, безусловно, есть ещё три дизеля. Это самая интересная история во всей Мазде 3, но, к сожалению, для России она будет, пока, надеюсь, пока недоступна. Дизель в 185 лошадиных сил, выдающий 400 ньютон-метров крутящего момента и объёмом 2,2 литра ставит вообще под сомнение покупку Мазды 3 МПС, потому что время разгона до сотни у этой машины занимает всего лишь на 2 секунды больше, чем у самой заряженной трёшки. Есть ещё 150-сильный дизель того же объёма, крутящий моментом в 360 ньютон-метров. Он разгоняет машину с нуля до сотни за 9,2 секунды. И самый маленький, и самый экономичный дизель объёмом 1600 кубов мощностью в 109 сил. Он потребляет в среднем всего лишь 4,5 литра солярки на 100 километров, правда, при очень аккуратной езде. Разгон до сотни занимает 11 секунд, крутящий момент 240 ньютон-метров. Двухлитровый бензиновый мотор выдаёт 150 лошадей при 187 ньютон-метров крутящего момента. Разгон до сотни занимает 10,6 секунды. И к этому мотору предлагается автоматическая коробка передач. К мотору 1,6 только механика. Мощность 105 лошадиных сил, крутящий момент 145 ньютон-метров. Разгон до сотни 12,2 секунды. Расход топлива 6,3 литра на 100 километрах. Но именно этот мотор страдает недостатком крутящего момента на низах. А ещё, как и в любой взрослой машине, система электронной стабилизации в новой Мазде 3 внесена в стандартную комплектацию. И, как ни странно, мы сумели оценить достоинства этого устройства. Тест-драйв наш проходил в Португалии под Лиссабоном. Вот вы слышите? Это песок стучится к нам в окна. Настоящая песчаная буря. Португальцы теряются, не знают, как по песку ехать, что им делать. А нам только хорошо. Нам только бы вырваться сейчас на оперативный простор. И вот самое интересное, что можно влетать в этот песок, абсолютно не сбрасывая газ и ничего экстраординарного с машиной не происходит. Ее никуда не ведет, она идет дальше абсолютно прямо, но чуть-чуть, может быть, играя влево-вправо. Но сохраняя это прямолинейную траекторию, при этом, повторюсь, газ ты держишь на том же самом уровне, и лишь ты видишь, как лампочка, стабилизирующая электроники, сигнализирует о том, что система борется с заносом автомобиля, борется со скольжениями, доводя тебя все время на верный путь. И в этом смысле система настроена очень грамотно и очень хорошо, и при желании ехать активно, она шибко в действия водителя не вмешивается. И по рукам, если и бьет, то отнюдь не сразу, доверяя водителю, оставляя ему значительную степень свободы. И, коль уж речь зашла о безопасности, еще об одном весьма полезном устройстве, полезном, правда, в теории, хочется рассказать. На Мазде 3, как и на больших взрослых машинах, поставили систему контроля за наличием объекта в мертвых зонах. Объект появляется в мертвой зоне, вы перестраиваетесь, его не видите в зеркала, но лампочка сигнализирует о том, что есть опасность. Но работает, и все безотказно, правда. В тех ситуациях, когда под колесами сухой асфальт. Потому что опыт применения подобных устройств в России говорит о том, что датчики, сенсоры, радары очень быстро зарепляются грязью, и система просто выдает на панели приборов информацию о неисправности. Ну что ж, изверистые португальские дорожки привели нас в самую западную точку Европы, на край света, на край земли, в местечко, которое называется Копа-де-Рок, на самом деле это скала, мыс, который буквально упирается в море, и все. Дальше дороги нет, поэтому будем делать выводы. Итак, вывод первый. В отличие от своих японских конкурентов, других японских конкурентов, которые собираются либо в Европе, либо в Азии, я имею в виду Азию, близкую к Европе, например, Турцию, Mazda 3, как была японкой, чистокровной, так и осталось. Эту машину тоже будут собирать в Японии. И в этом смысле для особенно российского, например, покупателя, это, безусловно, плюс, потому что наши почему-то до сих пор уверены, по большей части, что машина, собранная в Японии, гораздо качественнее, чем машина, собранная, ну, например, в Германии. Вывод второй. Новая Mazda 3, безусловно, стала более буржуазная и более конформистская. Но вот тут хочется сказать пару слов о том, минус это или плюс. Многие наши коллеги называли в свое время предыдущую Mazda 3, чуть ли не как маяк, на который стоит ориентироваться тем, кто хочет сделать по-настоящему молодежную, драйверскую машину. Вот, мол, как задорно она едет, как по-настоящему, почти как по-взрослому зажигает. Насколько потрясающая у нее управляемость, насколько она способна чертить траекторию буквально как по рельсам. Но те, кто так говорил, сами не ездили на Mazda 3. А те, кто ездил на Mazda 3, плохо скрывая зависть, смотрели на одноклассников, у которых был и раздельный климат-контроль, и хорошая шумоизоляция, и гораздо более приличный пластик в салоне. Теперь здесь все это есть. А то, что она стала по ощущениям, несмотря на потерю 15 килограммов, по ощущениям чуть более тяжелой, чуть более вальяжной, то, что она чуть больше кренится в поворотах и чуть более подробно повторяет профиль дороги, наверное, да, конечно, в определенной степени это минус. Но для 99,9% владельцев автомобилей типа Mazda 3 это единственный автомобиль на каждый день. И этот автомобиль должен быть очень компромиссным и, если хотите, очень комформистским. И она стала такой. И это лишь означает, что в перспективе, возможно, сей факт позволит собрать Mazda 3 еще больше поклонников в тот самый клуб, о котором мы говорили. Вопрос в другом. И это главный вопрос, который определяет будущее этого автомобиля на нашем рынке. Сумеют ли Mazda сохранить главное преимущество трешки? Это низкую цену. А вот этого пока мы не знаем. на апрель 2009 года цены были еще не определены. Эта машина выйдет на российский рынок только во второй половине 2009-го. КОНЕЦ КОНЕЦ